Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить первую часть игры растения против зомби и у нас на очереди четвертая миссия пятой главы. В предыдущей миссии мы получили кофейное зерно, что позволяет нам задействовать грибы. Все грибы мы брать не будем, только лишь возьмем гриб бум, самое такое мощное вооружение, которое позволяет остановить абсолютно всех противников. Помимо зомби с лестницы еще у нас есть попрыгун, как раз с ночной кампанией и также футболист добавляется, тоже очень опасный противник. А мы сейчас подбираем вооружение, берем кофейное зерно, грибу, также сдвоенный подсолнух, потом кукурузу, я думаю, что так оно у нас и останется. Качанную капусту брать не будем. А также взяли острый перец, ну и возьмем еще бомбу вишни. Думаю, что на этом все. Начинается уровень, мы начинаем традиционно уже с подсолнуха. И также я еще купил в лавке у Дэйва грабли за 200 долларов. Я думаю, что 200 долларов не такая уж и большая сумма для того, чтобы отдумать, покупать ли эти грабли, либо нет. Появляется первый противник и на пути в исследование есть уже грабли. В принципе, по граблям можно определить, где будет первый противник. А грабли в миссии срабатывают вроде бы как один раз за весь уровень и все. Единственный минус, то что мне показалось, нельзя выставлять грабли там, где нам удобно. К примеру, мы хотим, чтобы грабли были таким Джокером и оставить на потом, на всякий случай. Но, к сожалению, такой функции нет. А наверху появляется первый противник и я уже ставлю кукурузу. Бомбу картофель я на миссию не брал. Я думаю, что можно обойтись и без нее. У нас готов ряд, состоящий из подсолнухов. И я уже посадил куст сдвойного подсолнуха. Постепенно будем высаживать. Высадили внизу кукурузу тоже. И плавно будем засаживать весь ряд. Ну и параллельно с этим надо еще увеличивать нашу территорию. Она не очень большая. Но с горшками, думаю, что мы ее увеличим. Нам надо еще добавить, ну, как минимум, два ряда точно. Может больше, может меньше. Но, думаю, один-два нам пригодятся. К нам постепенно подтягиваются зомби. У нас уже ряд готов кукурузы. К сожалению, кукуруза не всегда выдает пунш. И если его нет, то противник с легкостью передвигается к нашим передовым рядам. Поэтому надо точно садить два ряда, чтобы пунш хоть один раз, но кукуруза все-таки выпустила. Это касается без исключения всех противников. Как обычных, так и необычных. Иначе кукуруза, ну, скажем так, не очень эффективно убирает пунш. То, что вот я заметил, он помимо того, что пускает вот это вот липкое вещество, он еще наносит вот этим вот пуншам больше удара, чем, к примеру, обычным зерном. Ну, а мы продолжаем высаживать. Уже готов почти второй ряд кукурузы. Так, зерно я тут пытаюсь посадить где-нибудь, но точно нужно для грибов. Я вообще прохожу эту миссию второй раз. По поводу зерна я не мог понять, как оно вообще действует, и решил вообще переиграть миссию, взять что-нибудь более полезное. Но потом выяснилось, что именно зерно является таким вот энергетическим веществом для наших грибов. Вообще надо было бы взять помимо грибов еще магнит. Магнит тоже является, он входит в семейство грибов и пригодился бы нам для попрыгуна. У него есть эта пружина, и он с помощью него очень быстро передвигается. Вообще не знаю, как с ним будет справляться кукуруза. Если она не будет справляться, то тогда будем использовать активно наши взрывчатые растения. Так, мы уже садим третий куст двойного подсолнуха, и на нас надвигается большая волна. Очень неспешно к нам двигаются противники. Ну и уже можно размещать наше супероружие, грибов. Садим зерно, только единственное что, я тут немножко не рассчитал, а зерно действует какое-то время, то есть грибом не сразу активируется, поэтому противники съедают абсолютно наш весь такой вот комплекс боевой вместе с горшком. Садим бомбу вишни, но у бомбы вишни, к сожалению, радиус поражения не такой огромный, как у грибом. Поэтому вишни, к сожалению, нам не помогает. Мы уже высадили практически три ряда кукурузы, и думаю, пока на этом хватит. У нас также практически высажен уже ряд двойного подсолнуха, не хватает одного куста для коллекции. Садим грибом, вновь вторая попытка, дубль два. И он срабатывает. Как я и сказал, какое-то нужно время. Поэтому в гуще событий его лучше не садить, иначе деньги идут попросту в трубу. У нас буквально осталось несколько противников, но подходит свежая партия. Пока это обычные зомби, но мы уже готовы к приему необычных. Вот как раз появляется наверху зомби с лестницы. Очень быстро передвигается, но тут мы ставим бомбу вишню и убираем целую компанию. За что еще получаем несколько монет. Применяем острый перец на третьей линии. Очень так четко работает кукуруза, особенно когда вот этот пунш падает на зомби. Такой четкий звук взломки. Так, все внимание наверх. Тут появляется попрыгун. И его как бы надо это убрать. Мы сейчас это делаем с помощью грибов. Но вообще, а так как грибов, он оставляет такую воронку небольшую на черепице. Я честно говоря не знаю, как после такого взрыва вообще черепица еще держится. Но, тем не менее, есть какая-то воронка. Но вообще, надо очень аккуратно, потому что эта воронка затягивается очень долго. И мы можем лишиться фактически большой части территории. То есть, в какое-то время черепица будет восстанавливаться. Поэтому надо действовать действительно по делу. Когда большое количество противников, ну либо же в финальной части игры. Поэтому тут надо действовать предусмотрительно. Но, я смотрю, что все-таки черепица затягиваются не так быстро, но тем не менее. То есть, есть шанс, что к концу миссии какие-то участки поврежденные уже будут восстановлены. К нам идет вновь попрыгун. Внизу. И грибов срабатывают очень поздно. Тут активируется газонокосилка. Как я понимаю, что кукуруза попрыгун абсолютно нипочем. То есть, она не попадает на него. Это не та же звезда, которая примерно через пару секунд убирала от этого вот попрыгуем. Кукуруза на него вообще не попадает. То есть, этот момент надо учитывать. И уже в будущих миссиях, если он вновь появится, надо уже брать магнит. Который заберет у него вот эту вот скакалку. И уже мы его сможем с легкостью уничтожить. Он превращается абсолютно в обычного зомби. Так, вновь смотрю, что появился он наверху. Но тут уже будем более аккуратно использовать взрывчатые растения. И преимущественно использовать именно для этого попрыгуем. Потому что, кроме как взрывчатых растений, у нас больше ничего нет. Используем сейчас бомбу вишню. Там у нас был зомби с лестницы. И для того, чтобы его убрать, мы применили вишню. Сейчас мы используем грибом. Выходит дорогой комплект. Тут еще надо и кофейное зерно, и горшок. В общем, выходит, ну, грубо говоря, 200 монет. У нас уже это финальная волна. Появляется американский футболист. И мы используем острый перец внизу. Американский футболист практически приблизился к нашему ряду кукурузы. Но его остановил пунш. Кукуруза с ним может справиться. Я так думаю. Но для того, чтобы помочь кукурузе, мы думаю, что посадим еще бомбу вишню. И уберем целую компанию от ним маха. У нас таким образом остался еще один последний противник. Зомби с колпаком. Мы тут применяем грибом. И проходим данную миссию. После чего получаем доступ к нашему саду дзен. Появляется такая вот лейка. Посмотрим, что в нем находится. Ну, мы знаем по второй части, что из себя представляет Зенгарден. Но тем не менее, возможно, тут есть какие-то различия. Появляется безумный дейв и у нас два горшка. Так, появляется такой вот значок воды. Что означает нам полить. Мы поливаем и получаем такую монетку. Ну, думаю, что на этом моменте мы будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok